Сергей Сергеев мог блистать, выполняя сложнейшие элементы на гимнастических снарядах, а выбрал одну из сложнейших профессий. Почему кандидат в мастера спорта по гимнастике неожиданно стал врачом? Ну вот, наверное, и не пошел в спор, потому что именно надо было кому-то помогать. У меня много друзей, спортсменов, с которыми я занимался, и они остались моими друзьями, у них были в свое время травмы. У меня и у самого были травмы, иногда даже с травмами приходилось на соревнованиях выступать. Но что-то сподвигло меня, что надо людей восстанавливать. А восстанавливать как? Это быть врачом. И именно каким? Я подумал, что именно травматологом-ортопедом. Родители, сами инженеры, поддержали решение Сергея Сергеева. Он окончил Барнаульский медуниверситет и сразу попал в интернатуру нашей центрально-городской больницы. У меня был хороший учитель Ситников Борис Павлович. В общем, азы травматологии-то у него я и воспринимал. Он учил, ну и я учился самостоятельно. И причем очень много дает для своего повышения квалификации, как бы саморазвития. Архисложный график. Но кроме изматывающих дежурств он находил время и дополнительно изучал специальную литературу. Присутствовал практически на всех операциях. Как признается сам Сергей Олегович, чтобы вырасти до хорошего врача, нужно 8-10 лет. Но самому главному научил опытный наставник. Подтягиваться. Покажите, как вы подтягиваетесь. Ну-ка, вот. Вот. И почаще, так почаще. Мыслить. То есть не останавливаться на том, что ты достиг, а что-то идти дальше. Подумать. Ведь много всяких разновидностей операций и всего прочего. А он учил именно думать, какая операция лучше подойдет для подобного случая. Или что-то можно даже немного усовершенствовать. Поэтому вот именно думать аналитически – это самое основное, чему я у него научился. Каждый день Сергей Сергеев лечит взрослых и детей. Переломы рук, ног, позвоночника. В основном травмы бытовые. Зимой время бубликов и гололеда. Летом самокаты, велосипеды, скейты. В 2005 году Сергей Олегович первым в Бийске начал проводить артероскопию операции с минимальными разрезами. Поступает девочка, лет 10, упала коленкой на иголку. Иголка обломилась, ну и застряла в коленке. При ранешнем положении дела пришлось бы вскрывать сустав, делать большой разрез. И неизвестно еще, нашли бы там эту иголку или нет. Потому как я сделал артероскопию, а там увеличение довольно-таки большое. Ну, практически как в бинокль смотришь. Иголка воткнулась в кость. И заподлицо осталась только черная-черная маленькая точка, которую я обнаружил и удалось вытащить. Опыт показывает, в Бийске много людей, которые перенесли переломы проксимального отдела бедра. В планах вернуть в мощности отделение эндопротезирование и спасать людей от неподвижного образа жизни. Ксения Цапко, Евгений Казанцев, Будни.